Павел Корнев хорошо известен любителям русских фэнтези-боевиков. Известность автор получил благодаря своему циклу «Приграничье» о современном русском городке, перенесенном в магический мир льда, холода и исчадий мороза. Жители города обретают магические способности, помогающие им бороться за существование. Этот цикл я прочел на одном дыхании, но с циклом «Экзорцист» Пехов стал у меня одним из любимых писателей. Содержание цикла «Проклятый металл», «Экзорцист» — это рассказ, «Жнец», следующий роман, «Мор», следующий роман, «Маленькая повесть, Святой сыск» и заключительный роман «Осквернитель». В данный момент Пехов говорит, что не планирует продолжать цикл, может быть, разве что какие-то рассказы или новеллы, происходящие в этом мире. Итак, о чем этот цикл? Бесы из века в век рвутся в души людей серой бездны, в которой никогда ничего не происходило и никогда ничего происходить не будет. Экзорцисты и экзекуторы молитвами и огнем спасают души бесноватых, изгоняя нечистых обратно в продившую их пустоту. Так было с самого сотворения мира, и так должно было быть до конца его дней. Но вот появился человек, способный повелевать бесами, будто собственными рабами, и разнеслась подобно чуме по городам новая ересь, и стали одержимы под знамена монарха-вероотступника, и оказались забыты старые договоры и обеты, а в воздухе запахло большой войной. Войной, в которой яды, кинжалы будут значить ничуть не меньше, чем армии и крепостные стены. Войной против всех. Себастьян Март, главный герой книги и цикла, просто хочет жить, вкусно есть, сладко спать и только. Но он очень хорошо умеет убивать. Это умение он обрел, воюя простым солдатом в одной из самых кровопролитных войн, недавно закончившихся. И еще, бес проник ему в душу. И пока Себастьян Март в состоянии держать его под контролем, он продолжает жить. Бес дает ему возможность пользоваться магическими качествами скверны, черпая ее из беса. Да только надо избегать зеркал, не смотреть вниз с высоты и спать в полглаза. Такова завязка книги первой «Проклятый металл». Цикл «Экзорцист» — это интересная история с приключениями, детективными расследованиями, а боями, как с использованием холодного оружия, так и с поединками с демонами, с помощью заклинаний или молитв. Как всегда, Корневу прекрасно удаются персонажи окружения с многочисленными деталями, что позволяет погружение в происходящее с такой силой, что иногда кажется, что смотришь интереснейший приключенческий фильм. В последних двух книгах даже появляется любовная линия, что не очень часто встречается у Корнева. Его фэнтези не имеет ничего общего с классическим. Не ждите здесь молодого пастушка, открывающего в себе магический талант как раз для борьбы с местным темным властелином. Нет, у Корнева действие идет в некотором варианте Средневековья, с обязательным присутствием мистицизма, бесовщины, экзорцизмами и жестокими монахами-экзекуторами, конечно. Язык у автора простой, а в процессе прочтения понимаешь, что так интересно, что не можешь просто оторваться. Почти все книги построены по такому принципу. Герою, главную в данном случае Себастьяну Марту, в каждой книге один и тот же главный герой. Задана задача, от которой ему не позволят отказаться, как бы ему этого не хотелось, под угрозой обычной его жизни. И при выполнении этой задачи он оказывается втянут в интригу, обычно угрожающую государству, а иногда и всему миру. Все расследования касаются преступлений, связанных с тьмой или со скверной. Сюжет у книг этого цикла очень своеобразный. Этакая смесь криминала и политических интриг. Главный герой – это явно человек не очень хороший. В общем-то, совершенно не святой человек. А человек безжалостный, преступник, по сути дела, с весьма любопытными представлениями о справедливости. И вообще, я недавно читал, что в нынешнем жанре, в котором хорошо пишет Корнев, грим-дарк, главные герои – персонажи, которые были бы главными негодяями в книгах, написанных, фэнтези-книгах, написанных в 80-х или 90-х годах. Так и здесь. Этот главный герой, Себастьян Март, просто убийца и преступник. Но пишет автор так, что ему сочувствуешь, за него волнуешься, а интрига такая, что, как я уже говорил, оторваться невозможно. И вот еще два любимых момента из книг. В каждой книге у вас должны быть любимые моменты. Вот у меня вот такие. Представьте себе маленький портовый городок. Осажденный городок. Армия врага на приступах города штурмуют стены. Любимые моменты в книге. У каждого должны быть любимые моменты в книге. Вот у меня вот такие. Представьте себе маленький портовый городок, осажденный врагом. Враги штурмуют стены, а во главе их высший. Это такое нечто вроде Назгула Толкиена. По сути дела это маг, который черпает свою силу, как и Себастьян Март, из скверны, из бесов, заточенных в его душе, а часто из людей, которых используют просто как сосуд для выпивания скверны. Только все это, в отличие от Себастьяна Марта, гораздо, гораздо в больших масштабах. И вот штурм идет, а город вот-вот падет, запасов оружия практически не осталось. И местные таможенники, осматривая один из кораблей, успевших войти в гавань, прежде чем началась осада, обнаруживают на корабле небольшое количество оружия. Ничего особенного, оружие конфискуется, и среди оружия они находят воткнутый клинок, фактически воткнутый прямо в мачту корабля. И даже это скорее не клинок, а как наконечник стрелы. И этот наконечник берется, и так как оружия мало, как я уже говорил, этот наконечник приделывается к стреле арбалета. И этот арбалет случайно поднимает молодой паренек, который работает на контрразведку, который обычными свойствами, способностями не обладает, но никогда не участвовал в битве, так уж получилось. И он решает подняться на городскую стену и просто выстрелить, попробовать, как это, какое ощущение будет. И вот стены штурмуются высшим, ужасная магия, защитники практически не могут противостоять, в общем противостояния высшим нету, их магии у них, у защитников крепости магии никакой нету. И этот паренек просто так с бухты-барахты поднимает этот арбалет, заряжает случайно попавшийся болт с наконечником, который, естественно, как вы понимаете, снят был с корабля. И стреляет, просто так, наугад. И болт спокойно пробивает все защиты высшего, вонзается ему в грудь и убивает высшего на повал. Вот такая маленькая интрига. А паренек, даже не зная, что он сделал, поворачивается и уходит, даже не подозревая, что у него получилось. Это одна из таких интересных историй из книги. И я вам скажу, что когда я каждый раз я читаю, у меня как будто мурашки бегут по коже. Вот так интересно. В общем, очень рекомендую серию. Если вы любите серию о благородных или неблагородных разбойниках, серию полной крови, драк, магии, черного юмора. В общем, это для любителей Джоа Баркромби особенно. Я бы сказал, для любителей Стивена Эриксона тоже. И вот еще недавно я прочел серию Эда Макдональда. Вот тоже, он мне очень напоминает Корнева. В общем, рекомендую. Пожалуйста, смотрите другие мои видео. У меня есть интересные видео о книгах Глена Кука, о его хрониках черного отряда. И подписывайтесь, пожалуйста, на канал. Пожалуйста, ударьте лайк-баттон. Это очень помогает. И приходите назад. Будет много-много интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!